Вы знаете, действительно, это замечательно, что депутаты Лондонского городского совета приняли тематический год на своей сессии, как год патриотического воспитания. В рамках этого года были проведены более 600 мероприятий в городе. Я не говорю о всех встречах, о всех праздниках, вы все были участниками. Во-первых, я хочу сказать, что город очень достойно выступил во всех всероссийских акциях. Это и Георгиевская лента, это и Солдатская каша, это и Вахтов памяти, и Бессмертный полк. То есть мы везде старались целенаправленно проводить эту работу, разъяснительную и так далее. Здесь было сделано очень много. Далее, в рамках подготовки были обследованы все жилищные условия наших ветеранов Великой Отечественной войны. Я хочу сказать, что 97 подъездов было отремонтировано в домах, где проживают наши ветераны. Я хочу сказать, что сегодня, сегодня у нас наши ветераны, то есть они не брошены ни в коем случае. Со стороны поликлиник ведется контроль, со стороны наших волонтерских бригад и так далее. Работа была проделана колоссальная. Я хочу, чтобы все поняли, что эта работа брошена не будет. Были отремонтированы памятники. Вы знаете, что было зажжено два вечных огня. Это мемориал Победы и воинам, умерших от ран в госпиталях. Большую работу провела Октябрьская администрация. Были установлены 8 бюстов Героев Советского Союза совместно с депутатами Горсовета. Были отремонтированы улицы. Но самое главное, самое главное, что в городе была написана живая книга памяти. Вы, наверное, помните, такая была акция среди школьников. И школьники создали эту живую книгу памяти. Записали на диски. Потому что мы знаем, что до 75 лет уже, наверное, непонятно, кто и как. А вот когда будет звучать живой голос ветерана, это, конечно, большое дело. Все социальные, я еще раз повторяю, выплаты, то, что сертификаты на жилищное улучшение жилищных условий, медицинское обслуживание. Вот Комитет по социальной политике это очень жестко все отслеживает. И поэтому, если есть какие-то вопросы, мы всегда всем говорим. Пожалуйста, звоните, приходите. Почему? Потому что у нас очень тесная связь с нашим центром, с Министерством социальной защиты и с городским центром социальной защиты. Я хочу сказать, что наши ветераны многие были, выезжали на курорты, были оздоровлены. Но и самое главное, что предприятия города взяли под свою опеку этих ветеранов. Шефство. Да, шефство. И они получали и подарки не только к 9 мая, но и сейчас, и ко Дню пожилого человека, и к Новому году. То есть вот эта работа идет. У нас очень много, более 126 ветеранских организаций. И поэтому сегодня эта работа продолжается. И 7 декабря мы планируем закрытие года патриотического воспитания. Вообще, в принципе, говоря о том, что многие предприятия, многие компании нашего города стали проявлять достаточно социальную активность. И вот практика шефства, она ведь очень хороша на самом деле. Да, да. Раньше, в советские годы, это было очень востребовано. И сейчас, наверное, немаловажно на самом деле. Я хочу у вас спросить, Светлана Васильевна, вот в связи с годом патриотического воспитания, да, у вас лично такой вопрос. Что для вас патриотизм? Вы знаете, я хочу сказать, что для меня патриотизм всегда – это главная задача. Во-первых, у меня был папа, он был участником Великой Отечественной войны. У меня мама – друженик тыла. В нашей семье это всегда было священно. То есть я воспитана так, что сегодня нужно в первую очередь помочь тем, кто рядом, если кто-то в этом нуждается. Второе – я очень люблю свой город. И я могу даже сказать, что я как патриот своего города сделаю все, чтобы действительно людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями было в нашем городе комфортно, тепло и уютно. Ну, я всегда принимаю участие во всех благотворительных акциях, которые, как и администрация города. То есть, понимаете, вот всегда говорят, а вы, чиновники, дальше своего носа не видите, ничего подобного. Администрация города, я считаю, там тоже люди, которые очень любят свой город и тоже считаются патриотами. Мы всегда на своих собраниях принимаем решение к первому сентября оказать помощь детям. Горят леса, мы оказываем Баргузинскому, значит, лесхозу финансовую помощь путем перечисления. Значит, кто-то сгорел на пожаре, то же самое. И поверьте мне, еще ни одного месяца не было, чтобы администрация города, я лично не вложила какие-то финансовые средства в это. Ну а для меня патриотизм и самое главное, конечно, чтобы я, мои дети, мой внук очень любили свою страну, очень любили свой город и никогда не были черствыми к тем людям, которые окружают нас. Вот это для меня очень важно. Спасибо большое, Светлана Васильевна, за прекрасный финал нашей программы. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам, нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Это была программа «Спросим прямо». Будьте настоящими патриотами. Любите свой город, любите свою страну. Всего доброго. Любите свой город, любите свой город, любите свой город.